Несмотря на нелегкие времена, Одесский международный кинофестиваль обещает стать серьезным кинематографическим событием года. Как рассказала президент фестиваля Виктория Тегибко, в этом году для участия в конкурсе шестого кинофестиваля было подано огромное количество заявок из разных уголков земли. 75 стран подали заявки на участие в Одесском международном кинофестивале. География наша расширяется на удивительно новые страны. Это и Филиппины, и Шри-Ланка присоединились к нам, и Косово, и маленькие такие страны, как Люксембург, участвуют, и Марокко, и Бангладеш, и Куба. Из более чем 500 фильмов, подданных на участие в конкурсе, специальная селекционная комиссия отобрала 12 лучших, которые и будут бороться за гран-при и другие награды международного конкурса. В национальной конкурсной программе заявлено 6 полнометражных и 18 краткометражных фильмов. В этом году два полнометражных украинских фильма будут представлены на международном и на украинском конкурсах, рассказала продюсер фестиваля. Фильм Евы Найман «Песнь песней». Этот фильм участник основного конкурса фестиваля в Карловых Варах. Целых два украинских фильма у нас принимают участие в международном конкурсе. И второй из них – это фильм «Плен», совершенно новый. Это будет мировая премьера фильма режиссера Анатолия Матешко. Жюри международной конкурсной программы возглавит призер Каннского кинофестиваля, режиссер, сценарист и продюсер Жан Лабрюн, Франция. Компанию ей составит режиссер документального кино Сергей Буковский, лауреат берлинарес Джан Драгоевич в Сербии, а также польский продюсер Дариуш Яблонский. В рамках шестого кинофестиваля на второй день показа на Потемкинской лестнице впервые будет демонстрироваться документальный, а не художественный фильм. Это шедевр Дзиги Вертова «Человек с киноаппаратом». К нам приедет Майкл Найман с оркестром Майкла Наймана, со своим одноименным оркестром Майкл Найман Бэнд. Это будет прекрасное шоу, сопровождающее показ фильма Дзиги Вертова. А традиционная украинская ретроспектива в этом году будет посвящена оккупации Одессы румынско-немецкими войсками в 1941 году. В подборку вошли семь художественных и документальных кинохроник. Цель этой ретроспективы – это показать этот исторический эпизод, трагический эпизод с разной идеологической точки зрения. И тоже показать, как работает пропаганда вокруг войны и как люди принимают пропаганду. Отметится шестой кинофестиваль еще одним знаковым жизни нашего города событием. По Темкинской лестнице будет присвоен статус сокровища европейской кинокультуры. О чем будет повествовать памятный знак Европейской кинокадемии, установленной тут же. Открытие шестого Одесского международного кинофестиваля состоится 10 июля в Театре музыкальной комедии.